Парк Андреа Ситроен. Парк современный. Строился в 90-е годы. То есть, по сути, ему около 30 лет этому парку. Рядом находится станция 8 метро Балар. Либо можно на трамвае подъехать. С другой стороны парка есть еще пару линий метро. Парк современный, зеленый. Делится на несколько частей. Как многие парки, у него есть разные зоны. Все знают, кто такое Ситроен. Машина Ситроен. Но здесь, на месте этого парка, был когда-то завод старый Ситроен. И сейчас создателя этой машины, этого завода Андреа Ситроен. Назван этот парк сегодня. В общем, место старого бывшего завода переделали в парк городской. Если вдруг забудете название, вспомните машину Ситроен. И вы вспомните, как называется этот парк. Катечки плавают. Раньше здесь посреди парка бил фонтан. Дети игрались. Но сейчас вроде бы как тихо. Может быть не так сильно жарко, поэтому фонтан молчит. Или его убрали. Но раньше такие были струи произвольные. Прямо здесь по центру стояли. Ну, как я и сказала, парк современный. Колонат каких-то. Озер искусственных красивых. Старинных здесь нет. Ну, вот тут такие отверстия специально, чтобы сделать такой фонтанчик. Но сейчас людей мало. Тихо. Конец августа. Вернее, конец июля. Начало августа. Поэтому люди сейчас все уехали на отдых. Морю. Людей мало. Ну, или, по крайней мере, появятся, может, ближе к вечеру. О, детей вывели на прогулку в парк. Кто хочет позаниматься йогой, как раз это место подходит тихо, спокойно, для медитации. Если идти от восьмой линии Мезо, перед парком есть еще маленький садик. Я сниму пару минут про парк видео, а потом буду возвращаться к метро и сниму еще этот маленький садик. Перед ходом в этом парк они как бы почти совмещены. Во всех парках сейчас есть тематические разные аллеи, участки. Есть общественный бесплатный туалет. Сейчас очень тихо. В парке почти нет людей. Тишина и покой. В парке можно найти тренажеры. Как раз в той части, где находится туалет. Вот здесь тренажеров. Довольно симпатичная такая зона. Завязанная. Какие-то хвойные растут, пихточки. Не знаю, что это точно. А тут я сверху вижу еще одна симпатичная зона. Я так буду ходить ловнообразно по парку и показывать. Кто любит заниматься спортом, какие-то тренажеры интересуются. Были красненькие, вот тут синенькие, похожие. А тут цветы. Цветут. Сад такой цветочный, красивый. И с тропинка можно пройти внутрь стада. У кого нету аллергии на растения и на цветения. А шмелей тут на каждом цветочке паркуются. Я живу далеко, сюда и редко сюда приезжаю. Можно сказать, я второй раз в этом парке за все время. Но я как бы заново открыла для себя этот парк. Бамбуковая часть, среди камней. Такой кардиостим, ступеньки. Парк будет интересен, конечно, тем, кто будет останавливаться на последней линии, восьмой линии метро, на последних станциях Баласт. Или трамвай Триа. Потому что тут буквально пару минут от метро, от трамвая. Рядышком есть выход к реке. А также тут проходит недалеко электричка. На пару минут я вышла из парка к реке. Тут идет благоустройство. Ремонтные работы идут. Остановка электрички возле парка Жавель. Ресторанчик так и называется. Ла Жавель. Как станция электрички. Есть вот такой каскад. Фонтанчик. Интересно, тут есть такая вывеска. Не плавать. А как тут возможно плавать? Тут даже если захочется поплавать, ну никак не получится. Вот еще одна часть. Такая ботаническое растение растут. Березки. Кто скучает за березками? Вот они есть здесь, прямо в Париже. Березовый рай. Красивое место. Первый раз, когда я приезжала лет пять назад в этот парк, я многих вот этих цветочных рощ не видела даже, что тут березки есть, вот такие ансамбли цветочные растут. И не Белоруссия, и не Россия, но березки красивые. Маленький кусочек Беловежской пущи на окраине Парижа. Жаль мне, что березового сока здесь, чтобы продавали. Вот с этим напряженка. В магазине советских продуктов можно найти березовый сок, но очень дорогой. Маленький пакетик 200 грамм будет 1 евро стоить. Но если так сравнить, на 1 евро можно взять 6 пакетиков мультивитамин в продуктовом магазине. Вот здесь вдалеке еднеется эсселевая башня. За шариком, там стоят высотки. И маленький кусочек башни виден. Противоположная сторона парка мне нравится немножко больше. С этой стороны только немного березки симпатичные с фонтанчиком. Но там цветочная такая поляна красивая. Там мне больше понравилось, чем здесь. Здесь, мне кажется, не доработали. Здесь укажены цветы. Но все-таки вот эти здания, какие-то строения странные, они не сделаны так, чтобы это красиво смотрелось. Хотя, я думаю, это какая-то подсветка ламповая идет. Может быть, в другое время вечернее это что-то делается, и ламинация какая-то, и смотрится красивее. Может, и я днем здесь. Прошлый раз я была много лет назад, отделала только фотографии. Сейчас я прошла по всему периметру парка. Я начинала вот здесь, возле киоска. Здесь подают мороженое, водичку. Потом я пошла на правую сторону. Там мне понравились цветочки. Ну и левая сторона мне как-то, кажется, проигрывает. Я вышла с другой стороны, потому что вижу какие-то загадочные сооружения. Я хочу их посмотреть еще рядом. Рядом с ходом в парк Андрея Сатраен. Виднеется еще один скверик, и там какие-то интересные сооружения. Сейчас я подойду к этому скверику. Если что-то интересное, я сниму отдельное видео. На этом парк Андрея Сатраен я заканчиваю видео. И рядом киоскверике я сделаю отдельное видео. И добро пожаловать в Париж, в парк Андрея Сатраен. Спасибо.